Кумир И плюс к этому невыносимо трудный характер. Ведь корона за годы успеха прочно закрепилась на голове своего хозяина. Если ты говоришь, Виктор Васильевич, у тебя дурной характер, это скандал. Я думаю, господи, как же мозги на место поставить? Однако кумира из прошлого не всегда лакомая добыча для охотниц за красивой жизнью. Я заехала к нему домой, а он там сидит и обшивает петельки на своем старом пальто. И в тот момент я себе поклялась, что бы ни случилось, я его никогда не брошу. И кто остается рядом с погашей звездой? Она. Та самая женщина, которая всегда мечтала быть рядом. Но когда-то он был недосягаем для нее. Он мне говорит, ты вот всем помогаешь, а мне помочь не хочешь. Ради чего женщина отрекается от своей привычной жизни, чтобы служить кумиру, жить его интересами и потакать его привычкам? Дело в том, что Миколай Иванович поменил, что он гений, он еще потрясающий мужчина. Понимаете? Это не всегда совпадает. Героини нашего фильма откровенно расскажут, что это такое – быть женой звезды и при этом всегда оставаться в тени своего блистательного мужа. И чего им стоит это выстраданное счастье? Актеры Виктора Проскурина зрители запомнили как мужественного и делового работника исполкома в фильме Петра Тодоровского «Военно-полевой роман». А-а-а, артистка? А-а-а, взятку-то принесла? Герой Проскурина помогает молодой женщине с ребенком, мужа которой убила на войне, получить жилплощадь и влюбляется в нее. Это я. Еще одного влюбленного Проскурин сыграл в фильме «Выйти замуж за капитана». Его герой – немногословный принципиальный офицер-пограничник, едет в отпуск и по дороге случайно знакомится со столичной штучкой фотокорреспонденткой Еленой. Девушка ведет совершенно непонятный для офицера светский образ жизни. Но именно она становится той самой, которую капитан так долго искал. Для меня ты никогда не была замужем. И никогда никого у тебя не было. Практически так же по-военному строго Проскурин признавался в любви и в реальной жизни. Он положил мне так руку на коленку и сказал в ухо, я принял решение, дело осталось за тобой. Я говорю, что? Ты не глухая, ты все услышал. Правда, предложение руки и сердца в своей жизни Виктор Проскурин делал немало. Только официальных браков было аж пять. Вроде и не красавец писанный, да и не ловеласа, похождениях которого судачит весь киношный мир. Так почему же Проскурин так часто менял своих жен? В этом смысле он был очень честный. Вот как мужчина очень честный. У него не было никакой фиги в кармане. Он любил и все. Вот. И нигде не бегал. Переставал любить? Все, переставал. Потому что мы не подходим друг к другу. У тебя другая жизнь. Другие цели. Это я ему сделала предложение. Он мне говорит, слушай, я уже столько раз был женат, ты была замужем. Нафиг тебе это надо? Ну, я тогда обиделась. Даже мы поссорились. Ну, конечно. Он меня знакомил со всеми. Всегда я знаю всех. И с жен, и не с жен, и между жен. Все, что было. Вот. И он такой. Он все время, ну как тебе? Спрашиваю. Ирина Хонда, пятая жена Виктора Проскурина, сегодня живет в Санкт-Петербурге. Но приехала в Москву, чтобы вспомнить о нем и побывать в памятных и дорогих сердцу местах. Барышня хорошенькая, на разных инструментах играет, поет. Конечно, молодой женщине понравились ухаживания известного актера. Но была и оборотная сторона медали. Тут все зависело от настроения звездного мужа. Мог и с руки при всех покормить, а мог и строго на вы. Я переставала быть женой вообще от слова совсем. Когда к нам подходили журналисты, люди, знакомые. Я была директором. То есть это тоже не на всякую психику, к вопросу о том, как жить со звездой. Я иногда готова была его убить. Я не понимала. Я говорю, что такое? Этот вопрос, что такое, Виктору Проскурину частенько хотели задать его коллеги, друзья, даже родные. Это такая расхожая фраза, да. Ну, Проскурин у него такой характер, сложный. Хрен его знает, как это произошло. А он был очень требовательный. Докапываться до кого-то, задавать неудобные вопросы, требовать ответа. Человек загонил человека в угол. Человек не знал, что ему ответить. Я еще раз тебе повторяю. Мог каких-то помощниц, режиссеров гонять на площадке, если что-то не боево. Но Ирина нашла свой подход к жизни со знаменитым мужчиной. И считает, что если женщина соглашается на такие отношения, то это только ее выбор. Потому что не каждый может жить с гением или с человеком публичной профессии. Не каждый. Потому что здесь нужно что уметь. Нужно уметь быть вторым. Эту роль Ирина выбрала себе в 2009 году, когда познакомилась с Виктором Проскурином. Она была арт-продюсером, имела свое небольшое агентство. Но забросила все дела и стала заниматься одним единственным проектом под названием «Виктор Проскурин». На тот момент он был уже уволен из двух театров. После тяжелой аварии и долгого восстановления был дистрофично худым, потерянным и крепко выпивающим человеком. Причем пить он начал всерьез. Я говорю, Витя, в глаза посмотри мне. Он смотрит в меня в глаза. Я говорю, не опускай глаза, смотри в глаза. Он говорит, да. Я говорю, Витя, я тебе верю. Ты справишься. Он мне сейчас говорю. И он в этот момент, ну просто у него пальцы такие костлявые. Он меня так брал за руку. Говорит, спасибо, Хоночка, я постараюсь, говорит, я смогу. А потом раз опять. Ты посмотри! Оба левые, дура! У меня даже после каких-то приступов, таких вот запойных, мне говорил, девочка моя, как же я издеваюсь над тобой, как мне тебя жалко. Актер Виктор Проскурин! Ирина старалась организовывать ему телеэфиры, вывозить на кинофестивали, искала роли в кино, в антрепризных спектаклях. Чтобы как-то зарабатывать, ему приходилось соглашаться на крохотные роли в сериалах. Проскурин никак не хотел принимать себя таким. И это все больше и больше вгоняло его в депрессию. Вот он заходит, знаете, такой старенький, с палочкой, дедочек такой. Даже одна, помню, барышня мне сказала, вы что мне привели, старика? Я говорю, Свет, ключи камеру, поставь, артиста, поставь в кадр. И посмотрим, что будет. И вот он выходит, Свет, все, камера. Моментально другой человек. Слушай, иди домой. У тебя кровь. Я скажу, чтобы тебя не трогали. Виктор Проскурин вырос в рабочей московской семье. Он быстро повзрослел. Нужно было помогать маме, которая растила его одна. Пошел работать на фабрику, а по вечерам ходил учиться в вечернюю школу. Все, как в фильме «Большая перемена». Так что вышел Проскурин из народа. Простой парень с непростым характером. Взрывной, принципиальный, колючий, но всегда верящий в людей. Возможно, из-за такой излишней доверчивости Виктор Проскурин в один день перестал быть собственником своей двухкомнатной квартиры в центре Москвы на Покровке. Однажды он сделал красивый жест. Подарил квартиру своей, на тот момент, четвертой жене Ирине Сморовой. Любовь прошла, брак распался, а квартира так и осталась у бывшей жены. Кстати, дочь на отца за это совсем не в обиде. И он мой дом никому не подарил. Он подарил свой дом. Я думаю, что это был самый сложный период. Вот с Ирой номер четыре. Для него. И для нее. Я думаю, что он тогда был самый тяжелый. И все обострилось. И я думаю, что она нахлебалась больше всех. И когда я поняла, что вот она получила такую себе награду, компенсацию, утешение, я думаю, что это справедливо, наверное. Так, ребяточки, слушайте, я дальше не иду. Здесь вот останавливаемся, потому что дальше это уже другая жизнь. И я туда больше не хочу. Там все закончилось, поэтому, ну, сказать, что мне больно, ну, наверное, да, есть немножечко, вот, моя жизнь здесь. А там жизнь другая. Та жизнь закончилась для Ирины 30 июня 2020 года. В тот день не стало Виктора Проскурина. Ирина хоронила его уже не в статусе вдовы, а только бывшей жены. Об этом почти никто не знал. Он мне говорит, Хонда, давай, говорит, разведемся. Я тебе хочу сделать предложение. Я говорю, что я тебе замужем, ну, женатый. Он говорит, я тебе заново хочу сделать предложение. Мы тогда какую-то ошибку, видимо, неправильную совершили. Мне казалось, что я все-таки немножечко его поддавила тогда или выклинчила, что ли, этот брак. У меня еще есть время. Кое-что сделать. Развестись-то они развелись. Собирались опять пойти в ЗАГС. Но жениться в шестой раз Проскурин уже не успел. Ну да, вот такие дела, Виктор Алексеевич. Приехала к тебе. А то, что ты говорил, что тебя надо пеплом, а покоранили тебя по христианским традициям. Царство тебе небесное. Музыка Микаэла Теревердеева – это целый мир. Тонкий, чувственный, глубокий. Кто перед светом всю душу выставляет на пока. Кажется, Теревердеев родился только для того, чтобы сочинять музыку. Он ее боготворил. Он жил ею. Композитор получил классическое консерваторское образование и писал музыку для балетов, опер, концертов. Его характер и трепетное отношение к своему творчеству почувствовал на себе и молодой тогда режиссер Сергей Урсуляк, когда они вместе работали над фильмом «Русский рэк-тайм». У меня появилась идея переставить все музыкальные куски, так сказать, местами. Это даже было и неплохо. Я ему продемонстрировал, значит, свое творчество. Он очень сдержанно, но на таком внутреннем накале и темпераменте говорил, что мне казалось, что я сейчас испепелюсь. Я абсолютно не предполагал такой реакции. Конечно, музыка возвращена на свои места сразу же. Маэстро написал музыку более чем к 130 фильмам. Именно она и принесла Теревердееву настоящую народную любовь, чего он, кстати, никогда не искал и даже стеснялся своей популярности. Со мною вот что происходит, ко мне совсем не так приходит. Мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. Это вот рабочее место, это студия, где Михаил Леонидович последние годы писал музыку, кино. Собственно говоря, вот здесь это все создавалось. Поиски были, а метания не было. Вот, например, я помню очень хорошо такой эпизод, когда Михаил Леонидович говорил, не знаю, вот что-то у меня не получается. Получится у меня? Не получится с этим очередным каким-то фильмом. И вдруг он утром просыпается и говорит, получится. Мне приснилась тема. Теревердеев сначала отказал режиссеру Татьяне Леозновой после того, как прочитал сценарий про Штирлица. Потому что ему казалось, что это фильм про шпиона. Но когда вдруг в нем что-то щелкнуло, и он нашел свою собственную тему для 17 мгновений, это тему ностальгии, тему тоски о далекой родине. После премьеры фильма в 73-м году на всех его создателей обрушилась невероятная популярность, за которую композитор вскоре заплатит слишком большую цену. Интеллигент Теревердеев окажется неготовым к зависти и злорадству. Как-то известный мастер розыгрышей композитор Никита Богословский состряпал липовую телеграмму на имя председателя Союза композиторов, в которой французский композитор Францис Лей гневно обвинил Теревердеева в плагиате. В телеграмме Лей утверждал, что это его музыка звучит в фильме «17 мгновений». Такая странная, я бы сказал, шутка Никиты Богословского. Я не думаю, что она была вызвана завистью. Я думаю, что это скорее что-то другое. Это просто неудачная шутка. Если бы она не имела каких-то последствий, она бы и канула. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное... Но последствия были. Еще какие. Это была наглая ложь. Но слухи быстро распространились. На концертах любопытные зрители постоянно отправляли композитору записки с одним и тем же вопросом. Вы действительно украли музыку? Рубцы легли на сердце маэстро. Он вынужден был жить с этой клеветой. Теревердееву не внесли в список на получение государственной премии. Влекл живый, правдивый свет Мне заслонила тьма И ложь меня объяла, как чума. Да и в личной жизни не было гармонии. Ему уже за 50. За плечами два официальных брака и множество романов. Но по сути он одинок. Случайная встреча Микаэла Теревердеева с музыкальным критиком Верой Колосовой полностью перевернула жизнь маэстро. Вместе с молодой женщиной Верой в его жизнь вошла и вера в доброту, любовь и бесконечную преданность, которые маэстро искал долгие годы. Я собиралась в Вильнюс на фестиваль, где начался наш роман с Михаилом Леонидовичем. Мы почувствовали друг друга близко и остро, но узнавали друг друга очень постепенно. По-другому и быть не могло. Вера была замужем, воспитывала сына. Но чувства подсказали, им суждено быть вместе. Когда мы уже были вместе, но еще не открыто, 31 декабря мы переводили часы на 4 часа вперед. И наступал наш Новый год. Мы ставили иронию судьбы там, где куранты бьют. У нас были свои куранты. Это был главный Новый год. Это был их мир. Мир только для двоих. Любой третий в нем был лишним. Мы спросили, а как же сын? Но эта тема у Веры под запретом. Самым близким человеком был и остается для нее Микаил Теревердеев. Он гений, но для меня он самый близкий человек. Не просто близкий, а самый близкий человек. Которого ты ощущаешь как часть себя. И он меня ощущал как часть себя. Их семейная жизнь, на первый взгляд, была довольно странной. Все 13 лет Вера называла маэстро только на «вы». И совершенно безропотно жила по его правилам. Вера оберегала Микаэла от всех бытовых забот. И была счастлива от того, что рядом с ней Теревердеев расцвел. Мне настолько важно было, чтобы он был доволен и спокоен, что мне, например, не доставляло никакого напряжения соответствовать его требованиям порядка. Вот. А так у него были любимые блюда. Например, хаш. Вот в этом смысле можно сказать, что он кавказский человек. Все, что он любил, я делала легко. У меня лучший хаш в Москве. Микаэл Леонович нуждался в ней. Конечно же, она была огромной частью того, что его окружало и что он любил. Вера замечательно незаметна была. Ее роль огромна, но она никогда не была выпечена, эта роль. В 80-х Теревердееву предложили написать музыку, но уже не к кинофильму, а к балету «Девушка и смерть» в постановке Юрия Григоровича сбылась мечта классического композитора. Его музыка будет звучать в Большом театре. Эта работа заняла у маэстро три года. А за несколько дней до премьеры балет убрали из репертуара театра. Вера не могла спокойно смотреть на мужа. Он полностью сник и осунулся. Она хотела ему помочь всем, чем могла. Но чем тут поможешь? Практически он этого не пережил. То есть он с этим, с этим ощущением этой драмы, он ушел. То есть он не пережил эту историю. Сердце композитора остановилось 25 июля 96-го года. Ему было 64. Возможно, он был уже просто не готов держать очередные удары судьбы. И тем более, несправедливые. Любовь не стоит. Упыль и пыль. Сегодня самым главным делом для себя Вера считает сохранение творческой памяти о композиторе. И делает все возможное для этого. Она организовала фонд имени Теревердеева. Пишет книги о его жизни и творчестве. Во многом только благодаря усилиям Веры в Англии выпустили виниловые пластинки и диски с музыкой Теревердеева. Их выпущено за последние несколько лет. Семь дисков, семь винилов. И альбом такой замечательный. Я завещала эту квартиру Национальному музею музыки, который был в музее Глинки. Он сейчас называется Национальный музей музыки. Они считают это своим местом. И я счастлива, что они считают это своим местом. О чем думает сейчас маэстро? Может о том, как много создано, как много написано. Вроде бы жизнь прожита не зря. Его песня знает и любит вся страна. Вернее, это не песня, а настоящие хиты. Секрет их успеха в том, что каждая песня именная. Текст пишется специально под исполнителя. Чтобы высказываться искренне, писать искренние тексты на протяжении всей жизни, нужно очень много сжигать эмоций, оставлять их на бумаге. Сегодня поэту Резнику приходится сжигать свои эмоции не на бумаге, а решая бытовые и финансовые проблемы. Маэстро со своей женой Ириной и домашними питомцами съехал из загородного дома, который арендовал уже много лет. Почему за годы написания хитов для звезд российского шоу-бизнеса Резник так и не приобрел собственное загородное жилье? В банке ничего нет, кроме долгов ничего нет. Ну, это очень милые долги. Товарищи, те, у кого я занимал, я вам верну обязательно. Пожалуйста, не обижайтесь на меня. К сожалению, денежный вопрос для Резника сегодня стоит остро. Поэт даже обратился к своей подруге Любови Успенской с просьбой войти в его положение и отчислять ему небольшой процент от гонораров за песню «Кабриолет». Певица ответила резким отказом. Когда-то в Америке в начале 90-х Резник написал эту песню для ресторанной певицы Успенской. А по поводу денег никто ни о чем не договаривался. Мол, прославишься – сочтемся. Но не вышло. Не сочлись. Некоторые певицы, выступая на корпоративах, получают, естественно, суммы, которые никто о них не знает. Но это очень большие суммы. Илья Архимирович не имел с этой суммой ничего. Вот и все, весь конфликт. А я сяду, кабриолет, уеду. Тогда Илья Резник по суду запретил Успенской исполнять свой хит «Кабриолет» и другие песни, написанные им для певицы. А российское авторское общество, которое должно перечислять авторам гонорары за использование их произведений, долгие годы этого не делало. Авторам попросту недоплачивали. В их числе был и Резник. За это мошенничество президент Рао был даже осужден на полтора года. Резник говорит, что мало ему дали. Заслужил он гораздо больше. Вот сейчас он из тюрьмы вышел, Федотов, жулик этот. Он украл у нас 5 миллиардов рублей у авторов. И за 3 тысячи песен, которые у меня в каталоге, я получал 35 тысяч рублей в месяц. Это такое воровство. Просто умопомрачительное. Ему уже за 80. Романтическая лирика стихов Резника сейчас уже не формат у молодежи. Они слушают совсем другую музыку. Вспомните 80-е. Тогда Резник был на пике славы. И его подругой была сама Алла Пугачева. Песни, которые он написал для нее, до сих пор считаются одними из лучших в репертуаре певицы. Когда ты не сумел меня понять, я думала, замрут все звуки во вселенной. Илья, это практически, он озвучил мою жизнь. Он озвучил мои мысли. Он их делал поэтическими. И это было достаточно просто, потому что мы не просто работали, мы просто жили этим. Но неожиданно их многолетняя дружба дала трещину. Маэстро и Примадонна рассорились. Эта история произошла еще в конце 90-х. Сейчас они уже и не хотят вспоминать, кто кого и за что обидел. Да просто жизнь развела. Интересы разошлись. Мы ругались и ссорились, и всякое было. Он уже родной человек, и ясное дело, что мы поссоримся, помиримся, поссоримся, помиримся. А уж на творческой почве, боже. И на день рождения тоже позвонила, говорит, я тебе цветы пришел. Приехала машина, а мы без денег сидели абсолютно. И коробочка. Я смотрел, коробочка, 20 тысяч долларов подарила. А Ера говорит, спасибо, Аллочке, а мы так устали. Поехали на эти деньги в Дубай. С кем-то жизнь разводит, а с кем-то и сводит. С Ириной он познакомился случайно на дне рождения общей знакомой. Он ко мне подсел. Почему-то первый вопрос его был, когда он посмотрел на меня. Скажет, пожалуйста, вы врач? Я говорю, а почему вы решили, что я врач? А он говорит, вы очень добрая. А я говорю, а что вы все врачи добрые? Потом он сказал мне какой-то комплимент. Нет, я сказал комплимент. Я правду сказал, что у него очень красивые ноги. Это правда. На тот момент он был официально женат, но брак этот можно назвать гостевым. Жена Мунира с сыном Артуром уже 15 лет жили в Америке. Ирину совсем не смутил статус женатого мужчины и их 27-летняя разница в возрасте. Она влюбилась в Резника уже на первом свидании, когда поэт рассказал ей о себе, о своем блокадном детстве, о погибшем на фронте отце и сбежавшей с новым мужем матери, которая бросила его на старую бабушку. Но торопиться с официальным предложением Резник не спешил. Ирина и не давила, хотя по-женски очень переживала. Она пыталась всячески доказать Резнику свою любовь и преданность. Полностью все перевернул страшный случай в купе поезда «Москва-Санкт-Петербург». Я услышала грохот и проснулась просто из-за того, что на меня что-то упало. А упал Илья. Он вывалился из туалетной комнаты, на меня потеряв сознание. То есть он был холодный, он был абсолютно белый. В полном отчаянии Ирина набрала номер их давней знакомой врачу Лейли Адамян. И не осознавая, что сейчас ночь, закричала «Спаси!» Мой Илья умирает в поезде. Я тут же позвонила в Питер. Поезд встречала несколько бригад скорой помощи. И отвезли на карете скорой помощи в больницу. Оказалось, у него огромное, тяжелейшее кровотечение. После операции долгого восстановления он понял, что остался жить на земле только благодаря Ирине. И предложил ей обвенчаться. Она ответила согласием. Ирина Алексеевна Резник – душа нашего маэстро. Потому что, вы смотрите, он с каждым днем моложе, красивее. Вы знаете, инициативнее, креативнее. Общих детей у пары нет. Резники, как к своим собственным детям, относятся к ученикам из творческого коллектива «Маленькая страна», которым они посвящают все свое свободное время. Они надеются воспитать из них будущих артистов. А Резник – один из немногих, кто умеет зажигать звезды. Я хочу все цветы, все цветы эти сберечь. Валерий Абадзинский. В 70-е это имя гремело по всей стране. Голос певца оказывал на слушателей, особенно на слушательниц, магическое воздействие. У него был уникальный совершенно тембр, такое очень мощное сентиментальное звучание. Где-то со слезой немножко пел. И это вызывало у зрителей, особенно у женщин, просто чувство эйфории какой-то там. Он будоражил воображение. И зрителей просто вил веревки. Одной из тех, кто умирал по Абадзинскому, была молодая москвичка, библиотекарь Анна Есенина. Сейчас она откровенно признается, что спускала всю зарплату на цветы кумиру. Ходила на все концерты в Москве. А когда был отпуск, всегда ездила за артистом в другие города. Он меня заметил, потому что я ходила как часики. Он пел какую-нибудь песню, которую я любила. И после этого, значит, появлялась я с розами, молча. Вот с этой песней у меня все и началось. И вряд ли тогда она могла себе представить, что спустя годы ее кумир сам попросит ее о помощи и даже будет жить с ней под одной крышей. Любители эстрады прекрасно помнят, что однажды Абадзинский пропал со сцены бесследно, словно испарился. Что с ним произошло? Про крах сладкоголосого кумира, который так волшебно пел о любви, до сих пор ходит множество легенд и домослов. Так что же случилось с Валерием Абадзинским? Как он превратился в никому не нужного сторожа на галстучной фабрике? Когда он удостоверился в том, что он никому не нужен, понимаете, звезда, вокруг которого куча людей, друзей, поклонников, я не знаю кого, и вдруг он остается сам собой. То есть никого. Анна разыскала Абадзинского через знакомую, которая работала в Москонцерте и знала о тяжелой судьбе артиста. Она и подсказала Анне, где его искать. Он говорит, поехали к тебе. Закрывает склад 12 часов ночи, говорит, эх, советский Том Джонс, и мы едем сюда. Да, женщины его обожали. А вот с властью отношения как-то сразу не заладились. Его не взлюбила Екатерина Форцева. А председатель гостелерадио Сергей Лапин вообще запретил его снимать. А пленки с записями просто размагничивали. Мол, чему он может научить молодежь? Да и что он хочет сказать своими слащавыми песенками? Он был, знаете, на особом положении в Министерстве культуры, как бы такая была конфронтация. Он как бы был андеграунд, как рок-ансамбль, там все. Вот его эта безумная популярность, она раздражала, конечно, чиновников. И Министерство культуры его, ну, как бы отвергало. Если любишь, если ждешь любви, если веришь, город спешит, одарит тебя песнями... Да, для певца Абадзинского были закрыты все международные музыкальные фестивали и конкурсы. Ему частенько не давали выступать в Москве. Но запретить гастроли, на которых всегда были аншлаги, никто не мог. Он давал по 3-4 концерта в день. Его пластинки выпускались миллионными тиражами. Абадзинский никогда не изменял своему правилу. Он пел только о любви и только для женщин. Страшный бабник. Я, говорит, ни одной путевой женщины не пропускал. Все говорит сам. Он вообще никого не пропускал. Эти глаза напротив ярче и все теплее. Несмотря на толпу поклонниц, женился певец рано на очаровательной девушке Нелли, которая подарила ему двух дочерей, Анжело и Валерию. Но через 8 лет брак распался. Причина банальная. Серьезная алкогольная зависимость артиста, бороться с которой устали его близкие, да и он сам. И однажды Валерий Абадзинский просто ушел из дома в никуда. Я была с ним как раз на гастролях. И вот был у него срыв. Ну страшно, стыдно, конечно, было. Тогда я даже с ним не разговаривала какое-то время. Ну вот не стыдно было за отца, но я что могу сделать? И началась работа по возрождению кумира. Да, постаревший, но голос. Он остался прежним, таким же волшебным. Записали новый диск, организовали эфир на телевидении. Анна была всегда и везде рядом. Все организационные и бытовые проблемы на ней. Она была просто счастлива от одного осознания, что необходимо ему. Тут стали звонить с разных городов, приглашать Валерия Владимировича на гастроли. Ну, поскольку Валерий Владимирович должен был ехать как туз, естественно, все условия я обговаривала. Чтобы обязательно был люкс, чтобы артиста кормили обедами, чтобы встречали его красивые женщины с цветами. За семь лет совместной жизни Абадзинский как будто родился заново. У них с Аней были расписаны гастроли и мероприятия. Появились деньги и планы на будущее. Был счастлив. На гастролях был счастлив. Когда он выходил на сцену, вот это вот контакт с публикой. Ну, как же? Ну, конечно, был счастлив. Он был очень востребован. Очень много было передач снято. Два диска записал. Должны были третий записывать. А жить уже осталось так немного. Но этим планам не суждено было сбыться. Абадзинский умер внезапно. Хотя незадолго до этого он прошел полное медобследование, и врач обещал Абадзинскому еще не один десяток лет. Он умер 26 апреля 1997 года. Ему было 55 лет. А накануне вечером он позвонил дочери. Сказал, что он тебя очень любит. Ты это помнил, он говорит, всегда знает. Вот. И все. Так вот сказал. На прощании с Валерием Абадзинским было море людей. Снова аншлаг. Все, как он и любил. Только не любил Абадзинский ложь и двулечея, которыми была пропитана советская эстрада. Когда мэтры произносили траурные речи, портрет Абадзинского неожиданно упал и разбился в дребезге. Так он попросил их всех замолчать. Что-то случилось этой весной. Нет, Валерий Владимирович наш рядом с нами. Поэтому и тяжело слушать. А когда слушаю, конечно, ухожу в то время, когда мы все были молоды и счастливы. А если это беда? Но что-то случилось Чувствуем мы Что изменилось Мы или мир И надо знать, что же случилось Продолжение следует...